ОСМС. Это большая афера? Про систему медицинского страхования мы уже рассказывали и не раз, но последняя информация просто вызывает гнев и даже какое-то бессилие. Ну сколько можно ставить эксперименты? Расскажу обо всем чуть позже, а пока подпишитесь на наш канал и ставьте колокольчики. Давайте поможем алгоритмам Ютуба и нашему каналу. Итак, поехали. Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки фонда обязательного медицинского страхования. Спойлер. Аудит выявил нарушения на 32 миллиарда тенге. А теперь по факту. Вот так выглядят результаты аудита фонда обязательного медицинского страхования. Этот фонд, кто не знает, отвечает у нас в стране за систему медстрахования и является соответственно подотчетным органом Министерства здравоохранения. Так вот, этот самый фонд, как государственную организацию, проверяет аудиторская палата. Проверяет, чтобы понять, какие нарушения есть в работе организации, какие недочеты нужно устранить и куда постелить соломку, чтобы не упасть. Но судя по тому отчету, что вы видели сейчас на своих экранах, тут не соломку стелить и риски предупреждать, а вообще менять систему надо в корне. И причем пишут это не только пациенты, которых возмущает перспектива ожидания направления на УЗИ продолжительностью в несколько месяцев. Ну или вот все эти квесты с записью к терапевту. Я вот ради интереса посмотрел свободное окно к терапевту одной из городских государственных поликлиник в Астане. Есть только на конец августа. Так что потерпите, не умирайте пока, дождитесь, пока вам врач выпишет кучу направлений к узким специалистам, а потом еще подождите, чтобы записаться к ним. Этот пост, кстати, написала сама медик Лейла Ишбайла. Я нашел его у нее в профиле в фейсбуке. Именно на УФСМС несет полную безраздельную ответственность за коллапс финансирования и системы оказания медицинской помощи в стране. Они же у нас восьмиглавый семичлен. Сами планируют, сами тарифицируют, сами закупают, сами проверяют, сами штрафуют, сами судятся. Все сами. Кроме одного, самого главного. Того, ради чего они и были созданы, как единый плательщик. Они делают все, что угодно. Не исключено, что еще отлично поют, танцуют, вышивают крестиком. Все делают, только не платят. Парадокс? Нет, увы и ах, но это наша реальность. И сразу же скажу без повторов. Система обязательного социального медицинского страхования нам нужна. Без нее никак, по крайней мере, на этом этапе. Но не в том виде, как это сегодня реализуется фондом. И есть решение этому небеному Ньютоном. Решения есть, но они очень некомфортны для определенных товарищей, которые по факту нам совсем не товарищи. То есть я совершенно ответственно заявляю прямо в протокол, что можно в цифрах показать и фактами доказать, что конкретные проблемы имеют конкретные фамилии, имена, отчества, авторов и бенефициаров. Что они теряют в результате реализации этих понятных решений? Только одно. Свою полную безраздельную власть над медицинскими организациями. И для них это смерти подобно. Они никогда не отдадут Добби и его носок. Прочитал и офигел. Получается, что всем система неудобна. И врачам, и пациентам. Кому удобно-то тогда? Кажется, что вопрос риторический. Люди, например, жалуются, что если по какой-то причине не оплатил в прошлом году, но и не обращался за помощью, то в этом тебе придется оплатить и за прошлый, и за текущий, чтобы получить медпомощь тут и сейчас. Но простите, я же и не ходил к врачу? Почему я должен платить за себя и за того парня? Если верить отчетам фонда медстрахования, то работодатели в 2023 году отчислили фонд больше, чем государство. 459 миллиардов тенге. Тогда как из бюджета было выделено 392 миллиарда тенге. Объем отчислений работодателей в ФСМС растет ежегодно. В 2021 году они отчислили 195 миллиардов тенге. А в 2022 уже 369 миллиардов. Понятно, что в итоге все это ложится на плечи работодателя. Ну и как итог на работника. Про это, как говорят юристы, законность требований фонда вызывает сомнения. Мы задали вопрос нашему спикеру, председателю Ассоциации потребителей Казахстана. Не нарушает ли система ОСМС наши права? То есть, на мой взгляд, сам факт того, что мы на платной основе сохраняем свое здоровье, оно уже в основе противоречит Конституции. Но это мое мнение, потому что сами формулировки говорят о том, что это наше право. То есть, если это право закреплено, то обеспечьте, будьте мне добры, вот это вот право. Но, к сожалению, это право, получается, идет выборочно. То есть, если у тебя есть возможность оплачивать ОСМС, то есть официально работаешь и так далее, то тогда тебе, получается, это право предоставляется. То есть, а если нет, то только экстренные. Про проблемы в системе ОСМС говорил и президент в частности. Он заявил, что не видит существенного повышения качества услуг. Тогда президент потребовал от правительства простых и понятных инструментов медстрахования. Слушайте, ну уже президент сказал, а ничего кардинально так и не поменялось. И как доказательство проверка аудиторов, сообщается, что аудит охватил средства и активы почти на 4 триллиона тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций. На сегодня в систему обязательного социального медстрахования входят больше 16 миллионов человек. При этом 12 миллионов относятся к льготным категориям, взносы за которые делают государство. Плюс есть порядка 2 миллионов госслужащих, работников, бюджетных организаций и квази-госсектора. На сегодня в систему обязательного социального медицинского страхования входит 16,2 миллионов человек. При этом 12 миллионов относятся к льготным категориям, взносы за которых делает государство. Плюс есть порядка 2 миллионов госслужащих, работников бюджетных организаций и квази-госсектора. В результате финансовая нагрузка на государство без учета частных расходов платной медицины составляет минимум 76%. В этой связи один из ключевых выводов аудита состоит в том, что несмотря на внедрение ОСМС, ощутимого снижения нагрузки на государство за счет солидарной ответственности граждан по-прежнему нет. Из отчета Высшей аудиторской палаты Казахстана. Еще одно нарушение – хроническое неосвоение средств нацфонда. За период, который взяли для проверки аудиторов в рамках гарантированного и целевого трансфертов, было выделено больше 50 миллиардов тенге. Однако неосвоенными остались 13 миллиардов тенге или 26% от суммы. А при этом нам всегда говорят, что казахстанская медицина остается недофинансированной. Как это так получается? И в целом бесплатная медицина совсем не бесплатная? У меня, как у юриста, здесь складывается такое двоякое мнение. То есть, казалось бы, да, вроде бы все на платной основе, но с другой стороны, законодательство у нас говорит, что такое право предусмотрено с Конституцией и нам должно быть обеспечено. Обеспечено, на мой взгляд, на бесплатной основе, как это было еще в советские времена. Но вот такой момент, к сожалению, есть. Еще один факт. В Астане был проведен контрольный осмотр двух крупнейших поставщиков в рамках ОСМС, за которыми суммарно закреплено 179 тысяч человек. В результате выявлено отсутствие собственных производственных помещений и медоборудования. Наблюдается практика их по часовой аренды. В ряде клиник отсутствовали лицензии на отдельные виды деятельности и пандусы для приема немобильных граждан. Это из отчета аудиторской палаты. Я объясню, что это значит. То есть, есть медучреждение, не имело оборудования, не имело нормальных помещений, передавая какие-то услуги на СУП подряд, но получало деньги от государства. А вместе с тем люди пишут, что им не хватает банальных медицинских манипуляций. Наряду с этим аудит выявил факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет Фонда социального медицинского страхования и самих граждан. Хотя по существующим правилам медучреждения принимают обязательства не брать оплату за те виды медпомощи, которые финансируются по линии гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС. Так, по стационарной помощи установлены факты двойной оплаты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной на 27,6 млрд тенге. При этом мониторинг данного аспекта со стороны Фонда не проводится. Отдельным нарушением выведена двойная оплата Фонда социального медицинского страхования услуг стоматологических клиник. В тариф медстрахования уже была включена стоимость анестезии, но стоматологии взяли за нее дополнительную оплату с Фонда суммарно на 2,1 млрд тенге из отчета Высшей аудиторской палаты Казахстана. Материалы по фактам двойной оплаты медуслуг и приписок аудиторы передали в правоохранительные органы. Надеюсь, поможет. Но надо отметить, что после того, как результаты проверок были опубликованы в СМИ, в этот же день в Фонде выкатили ответ. «Мы соблюдаем принцип двух сторон и покажем его, но перед этим я хочу попросить вас написать нам в комментариях, с какими случаями вы сталкивались, когда вам приходилось обращаться за бесплатной медицинской помощью». Вот он, этот ответ от Фонда медицинского здравоохранения. Тут фонд отвечает попунктно. «Если коротко, я не я и лошадь не моя. Значительная часть выявленных нарушений связана с недостаточным уровнем цифровизации. Так что, друзья, поможем Фонду медстрахования, напишем все косяки нашей системы. Пусть нам тоже ответят». Ну и как вишенька на торте, прокуратура обнаружила множество нарушений, связанных с отчислениями взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию. Выяснилось, что деньги списывались с инвалидов и многодетных тех, кому по закону положены льготы. Что ж, я не удивлен. Мы все помним. Приписки в Дому мед, когда открываешь приложение, а ты, оказывается, к гинекологу сходил вчера, а позавчера у кардиолога был. Какое-то виртуальное присутствие врачей. Ловкость рук. И вот тебе мошенничество на много миллионов бюджетных тенге. А на этом у нас сегодня все. С вас подписка и лайки. Оставайтесь с нами. До скорых встреч.